Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодня программа у нас называется «Вся правда о БАДах». У нас в гостях Варганова Дарья Леонидовна, главный нештатный специалист-гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Дарья Леонидовна. Добрый день. Дарья Леонидовна, мы программу так назвали, потому что на самом деле многие люди, они либо не знают ничего об этих биологически активных добавках, либо как-то с осторожностью к ним относятся, либо с какой-то опаской, либо наоборот какое-то отторжение идет. Вот ваше мнение, на самом деле, что это такое и, как говорится, вообще ваше мнение об этих суждениях? Биологически активные добавки, прежде всего, стоит сказать, что в нашей стране немножечко иное представление о них, в отличие от всего мира. Потому что у нас все препараты, которые не сертифицируются, это в том числе витамины банальные, или те препараты, которые производитель не имеет возможности зарегистрировать или сертифицировать, они называются биологически активными добавками. За рубежом биологически активные добавки проходят свою сертификацию, и если мы зайдем в аптеку любой европейской страны, либо в Америку, то мы увидим на стеллажах более, ну как минимум, 40-50, например, видов пищевых волокон, которые относятся к биологически активным добавкам. У нас в аптеках они представлены всего тремя видами, больше мы уже не найдем. Хотя пищевые волокна, это отруби в том числе, они могут быть и в продуктовых магазинах, и они как раз приносят пользу человеческому организму, они являются комплексной, ну если можно так сказать, терапией в рамках борьбы с избыточным весом, с повышенным сахаром, холестерином, в рамках коррекции пищевого поведения и профилактики колоректального рака. То есть есть биологически активные добавки, полезные, но есть и те добавки, которые распространяются в том числе путем сетевого маркетинга, они распространяются через интернет, другими путями, и мы не знаем, что находится в этих добавках, ну так называемых добавках, что находится внутри этих коробочков, потому что не всегда они даже на английском языке представлены аннотации, а порой на китайском или японском, который, конечно, для русского человека сложен. Даже гугл-переводчик не всегда дает нам полную информацию о том, что содержится внутри. Поэтому, конечно, вот к такому виду веществ нужно относиться с большой осторожностью. Это может принести больше вреда, чем пользы. Но тогда вот биологически активные добавки, вот чем они отличаются от лекарственных препаратов? Ну, в принципе, мы сейчас уже об этом немножко обмолвились, но все-таки вот БАДы и лекарственный препарат. Кардинально, чем они отличаются? Лекарственный препарат, все-таки мы знаем абсолютно четкие показания, когда он назначается, абсолютно четко фиксированы и прописаны его дозы, и он назначается и применяется строго по назначению врача. И ни в коем случае не провизора. Это не вариант, что мы зашли в аптеку, это фармацевтический рынок, и мы советуемся, а что нам взять? В аптеке даже не имеет права даже, в принципе, да, что-то советовать? По правилам все-таки не должны этого делать, потому что все-таки это функция доктора. И если мы помним, в советское время всегда все продавалось по рецептам. В принципе, как и сейчас, в большей части зарубежных стран. И это правильный подход. По крайней мере, к некоторым группам препаратов хотя бы. Безусловно. Хотя бы психотропные препараты, сильнодействующие, сейчас уже до рецептурного отпуска. Что касается, опять же, возвращаемся к БАДам. Мы все помним нулевые годы, мы все помним то время, когда БАДы продавались практически везде. Шквал был просто, да? Был шквал, и в том числе они содержали яйца гельминтов, ядовитые вещества. И очень многие люди тогда испытывали большие проблемы со здоровьем. И это не просто какие-то диспептические явления в виде изжоги или поноса, скажем так. А это были тяжелейшие токсические гепатиты, печеночно-клеточная недостаточность, вплоть до развития комы и летального исхода. И, конечно же, тогда очень активно государство взялось за это. И на тот момент запретило все биологически активные добавки. Затем пришло послабление. Витамины D, цинк, которые пользуются практически каждый сейчас, или каждый второй в рамках профилактики ОРЗ, в том числе коронавирусной инфекции, это все стало биологически активными добавками. Но, опять же, если доктор назначил этот препарат, именно доктор, хорошо, пожалуйста, вы можете приобретать его и принимать. Вы можете сами провести анализ состава микроэлементов в своем организме. Для этого сейчас есть масса лабораторий. Человек может самостоятельно пойти, в том числе, в Центр охраны здоровья. И, если я не ошибаюсь, это Центр физкультуры, да? Врачебно-физкультурный диспансер. Врачебно-физкультурный диспансер. Там тоже есть методики, по которым можно определить дефицит микроэлементов. Можно по структуре волоса, по составу определить дефицит того или иного микроэлемента. Мы шагнули далеко уже. Мы шагнули далеко. Поэтому мы сейчас не в том время, и, как сказать, мы в 21 веке, век доказательной медицины, мы можем посмотреть абсолютно четко, у меня не хватает кальция, у меня не хватает цинк, у меня не хватает селена. И пойти соответствующие препараты уже начать принимать. Если мы начинаем принимать просто хаотичные непонятные вещества, которые якобы несут пользу, а там чаще всего обилие микроэлементов, мы можем передозировать какой-то микроэлемент. Кроме того, в современных витаминах, препаратах доза содержится даже больше, чем заявлено на этикетке. Проводилось специальное исследование даже на эту тему. Поэтому нужно очень аккуратно даже витамины, особенно жирорастворимые витамины, которые тоже очень токсичны для печени, нужно очень аккуратно подходить к их применению. И все-таки я настоятельно рекомендую советоваться с лечащим доктором, ну или с семейным врачом, у кого человек наблюдается. Просто так, как сказать, безоглядно, можно, наверное, принять только витамин С. И то зависит от его количества и частоты. Потому что мы знаем, что у безопасной аскорбиновой кислоты есть неприятные побочные эффекты. Это повышение уровня сахара в крови, это косвенно участвует в отложении камней в почках, в диареи, опять же, в развитии гастрита и панкреатита. Поэтому абсолютно любой препарат, даже биологически активная добавка, все-таки стоит по рекомендации доктора принимать. Но вот если человек заболел, вот он заболел, и вот он не хочет, например, принимать какое-то лекарство, и думает, вот я сейчас обойдусь малым таким, попробую что-то у себя нормализовать, что-то где-то подправить. И вот здесь у него могут возникнуть мысли о каких-то, как вы сказали, витаминных комплексах, о каких-то пищевых добавках. Вот стоит это делать? Или вот, как сейчас об этом сказали, что все-таки вот к врачу? Все зависит от того, чем человек заболел. Это первое. Если мы говорим о тех людях, которые привержены гомеопатии, то мы все знаем, что есть врачи-гомеопаты. И это, опять же, врач-гомеопат. Он подбирает индивидуально дозу и тот микроэлемент, который необходим тому или иному человеку. То есть анализирует какую-то симптоматику, жалобу, все, да. Он будет четко наблюдать и следить за развитием симптомов. И в нужное время он может скоррегировать. Что-то убрать, либо что-то добавить. Если человек чем-то заболевает, нет универсальной добавки или универсального лекарства от всех видов болезней. Но сейчас мы все чаще говорим о ковиде. Но нельзя забывать о том, что кроме коронавирусной инфекции существуют еще и другие тяжелые заболевания. туберкулез, существуют онкологические заболевания. На сегодняшний момент доказано, что прием витаминов провоцирует опухолевые заболевания. Поэтому это не тот вариант, когда я пошел в аптеку, приобрел витамины и просто попью их для здоровья. То, что необходимо нам для здоровья, содержится все в продуктах питания. Просто если мы рационально питаемся, то есть мы действительно в нашем рационе есть и клетчатка, то есть это овощи, фрукты, это есть белки, жиры растительные животные в том числе и отсутствие трансжиров, то кишечник, конечно, он полноценно всасывает все витаминные комплексы, которые ему необходимы, и микроэлементы. Если человек питается, извините, фастфудом, то, конечно же, у него дефицит витаминов, микроэлементов. Другой результат будет уже, да. И тут разовьются другие заболевания, и просто витамины ему уже не помогут. Поэтому все-таки очень аккуратно надо к этому относиться. Не все, где написано БАТ решения от всех проблем, буквально только недавно, наверное, может быть, недели три назад по сети снова был такой вброс, что якобы главный кардиохирург нашей страны рекомендует какую-то новую очередную биологическую активную добавку, которая снижает давление, прочищает сосуды, коронарные сердца. Конечно же, когда это читает доктор, он понимает, что это просто, ну, шутка очередная. Когда это читает человек, не имеющий медицинского образования, он действительно может это поверить, потому что там фотографии действительно уважаемого профессора, академика. А он и знать не знает. Он, конечно же, об этом не знает. Поэтому если даже необидительная просьба вот к тем людям, которые нас слушают, если вы смотрите, видите в сети интернет какие-то ролики рекламные, обращайте внимание все-таки, что это за сайт, какие данные этого сайта, насколько вы можете ему доверять. Потому что если это идет педагидой все-таки Министерства здравоохранения или, ну, скажем, каких-то ведущих НИИ, официальные ведущие НИИ или медицинские учреждения, то, конечно же, информация будет предоставлена и представлена совсем другим способом. Ну, даже если взять там сайт Минздрава Российской Федерации, да, есть официальный, есть сайт Минздрава Ульяновской области, есть сайт СтопКоронавирус, да, и так далее, и так далее. То есть официальные такие вот сайты, где на самом деле можно как-то черпать информацию. Черпать информацию. Да, но в то же время, в то же время нужно тоже с головой к всему этому относиться. Конечно, потому что на официальных сайтах представлена информация о каких-то препаратах, которые человек может самостоятельно принимать в качестве профилактики. Что значит БАДы сертифицированные? То есть это те добавки, которые прошли серию клинических испытаний. То есть это была серия либо наблюдений, ну, обсервационные исследования, как мы называем, наблюдательные исследования. Либо это действительно были клинические исследования, заслепленные, когда сравнивали препараты плацебо и говорили, да, действительно, вот это помогает, а плацебо не работает. И уже на основании того, что действительно это проверено, это помогает, это было рекомендовано официальными учреждениями. А вот все-таки отношение к питанию, к пищевым добавкам, к витаминам, у гастроэнтрологов наших, отечественных и зарубежных, оно отличается или схожие какие-то есть моменты? Я могу сказать, что на сегодняшний момент, это касается не только гастроэнтрологии, это касается всех сфер медицины абсолютно. В настоящий момент практически нет границ, они отсутствуют. То есть то, что рекомендует всемирное гастроэнтрологическое сообщество, то же самое рекомендует и европейское, и американское, и российское. То есть на сегодняшний момент мы подошли к тому, что мы уже не накапливаем данные, данные уже накоплены. Мы эти данные анализируем и выбираем самое лучшее. То есть это практически лучшая клиническая практика. И поэтому рекомендации всех ассоциаций, они схожи. Единственное, вот о чем я сказала, это пищевые волокна. Вот здесь немножечко подход разный, рекомендации разные. То есть в Америке более широкое назначение пищевых волокон в качестве даже терапии, скажем так. То есть когда пациент приходит на прием и говорит, доктор, у меня запор, то, конечно же, американский доктор скажет, а вот есть такие варианты пищевых волокон, вот начните с них. Кроме того, что, конечно, значит, обследование кишечника. У нас нет такого арсенала, это первое. Во-вторых, все-таки у нас пока еще не настолько внедрена культура потребления клетчатки. То есть определенный перекос в питании все равно есть. То есть дефицит овощей и фруктов в рационе, ну, среднестатистического россиянина, мы можем наблюдать. И в результате, конечно же, это приводит к нарушениям работы не только кишечника, но и всех органов и систем. Потому что я всегда говорю, что мы должны заглядывать в свои корни. То есть мы живем в России, мы прекрасно знаем, что есть сезонные овощи, сезонные фрукты. Сейчас это сезон ягод. И, конечно же, пожалуйста, не только желательно, но и нужно их есть. Потому что вот он, практически запас витаминов на целый год. Это, опять же, не нужно принимать биологически активные добавки. Вот это живые добавки, в кавычках, конечно, которые нам дает сама природа. Ягоды. Есть абсолютные все витамины. Это клетчатка. То есть практически мы сейчас условно наедаемся на целый год этими витаминами. Плюс что-то хозяйки, конечно, замораживают, кто-то делает варенье и так далее. То есть мы все равно запасаем эти витамины в том или ином виде. Чуть позже, конечно, появятся и огурцы, и помидоры. Потом придут и другие овощи с фруктами. И мы будем убирать урожай капусты. И есть не только свежую капусту, но и, опять же, ее засаливать. Ну, кто ест квашеную капусту? То есть вот он, витамин С. То есть практически нам природа, наша российская природа, она дает нам все для того, чтобы у нас не было дефицита микроэлементов и витаминов. Более того, опять же, у нас нет границ, граница размытая. Мы имеем сейчас возможность пойти в любой магазин в течение круглогодично и купить там яблоки, груши, ну, абсолютно все, и виноград, и апельсины. Но проблема в том, что в них будет меньшее количество микроэлементов и витаминов, чем в тех, которые растут на нашей земле. Тем более, которые мы сами можем вырастить своими руками на своих приусадебных участках. Но я думаю, что у большей части россиян есть либо дача какая-то своя. И, естественно, люди выращивают. Поэтому, ну, вот это вот единственное, возвращаясь к вашему вопросу о разнице в назначениях, пожалуй, вот это вот единственная разница в назначениях. Нет никаких официальных компаний, которые бы работали бы с докторами, ну, неважно, Европа или Америка, Россия, работали бы с докторами, и говорили, вот это биологическая активная добавка, и на уровне министерства или государства проходило назначение той или иной добавки. На сегодняшний момент по всему миру это отсутствует. Очень интересно. Дарья Леонидовна, а вот ваше отношение к фразе, что мы представляем из себя то, что мы едим? Вот ваше... Ну, я всегда на эту фразу еще отвечаю, фраза Гиппократа, что смерть человека лежит в его кишке. То есть это более такая приближенная фраза. Мы на самом деле... Расшифруйте. То, что мы едим, то есть практически ведь... Ну, все знают, что наш состав, прежде всего, это касается воды. То есть мы большей частью состоим из воды. То есть водный баланс. Водный баланс. Я всегда говорю о том, что вода должна быть все-таки очищенная. Мы должны смотреть, из каких источников мы пьем воду. И сейчас очень большое количество бутилированной воды. Не всегда это хорошо. Ведь практически в большей части случаев это дистиллят. То есть вода не приносит никаких, опять же, микроэлементов в организм. Она большей частью вымывает. Ну, мы знаем, для чего используется дистиллированная вода. Ну, конечно. Например, для машины. То есть человек не машина. Ему нужны микроэлементы. Поэтому все-таки у нас, кроме источников на территории Ульяновской области, проверенных, опять же, те, которые прошли санитарный контроль, есть еще и ундоровский источник. Есть вода Волжанка. И, конечно, оптимальна она для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Уже более полувека она используется. И это абсолютно не реклама. Это жизненные наблюдения. Это мы знаем Чучкалова, мы все помним его, о результатах его работы, как они внедряли эту воду и работали с ней. Кроме состава воды, то есть вода должна содержать микроэлементы обязательно, кроме состава воды, конечно же, возвращаемся к тому, что человек, то, что он ест, мы не можем есть только углеводы. То есть это только сахар, булки, макароны и так далее. Мы не можем есть только клетчатку, потому что нам нужно и белок животный. Это должно быть и мясо, и творог, и сыр. То есть еда должна быть полноценной абсолютно. То есть сбалансированной. И мы не можем полностью отказаться от жиров, говоря о том, что все жиры вызывают атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и преждевременную смерть. Ведь жиры есть, опять же, и полезные жиры. Это рыба, это растительное масло, это подсолнечное либо оливковое в зависимости от вкусовых предпочтений человека. И это является профилактикой серьезных сосудистых заболеваний. Кроме того, именно эти жиры нужны для строительства и половых гормонов, и для хорошего состояния и кожи. Но это мы говорим о внешнем, но и для мозговой активности. Ведь оболочка любой клетки, прежде всего мозговой, она состоит из жировой капсулы, если можно так сказать. Это эссенциальные фосфолипиды. Но это не эссенциальные в том смысле, какое оно есть. То есть эссенциальные фосфолипиды, и весь этот комплекс, он представлен прежде всего белком и липидами. А липиды, то есть это жиры. Возвращаясь к вопросу, опять же, эссенциальных фосфолипидов и структуры клетки, я все время вспоминаю знаменитого нейрофизиолога Павлова. Он всегда говорил о том, что человек в сутки должен съедать не меньше, чем 1-2 яйца в день. Мы помним, какая была революция на протяжении последних двух десятилетий. Говорили о том, что нельзя есть яйца вообще. Потом говорили о том, что яйца можно есть не чаще двух раз в неделю. Потом мы снова возвращаемся к тому, что их надо есть каждый день. Но на самом деле это наиболее простой усвояемый белок. Если, конечно же, яйца либо сварены вкрутую, либо в смятку. Если, конечно, мы уверены в том, что мы не заболеем с альмонеллезом, мы тщательно помыли их с мылом, подвергли термической обработке. То есть это самый простой белок, который необходим нашему организму. Я все-таки рекомендую, ну не реже, чем 3 раза в неделю, все-таки потреблять яйца при условии отсутствия заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как желчекаменная болезнь, потому что яйца обладают мощным желчегонным эффектом. Ну, наверное, я думаю, что вкратце я ответила на ваш вопрос относительно состава. То есть практически все, что мы едим, всасывается нашим кишечником практически все. В той или иной мере. Каким образом организм это распределит? Зависит еще и от состояния нашего микробиома. Микробиом, то есть практически это те микробы, ну не микробы, а микроорганизмы, которые живут в желудочно-кишечном тракте, в нашей кишечной трубке, начиная от ротовой полости и заканчивая, конечно, прямой кишкой. И более того, эти микроорганизмы живут и в легких, и мочевыводящих путях, и на коже. И они формируют наше здоровье, они формируют наш внешний вид, они формируют наше настроение и наш иммунитет. И поэтому едим не только мы, ест еще и наши кишечные микрофлоры. А наша кишечная микрофлора, она питается, ей нужна жидкость, ей нужна вода. Кишечной микрофлоре, безусловно, нужны питательные вещества. И самое основное, я снова возвращаюсь к этому, это клетчатка. Это пищевые волокна. Как строительный элемент такой. Как строительный, ну даже не столько строительный элемент, сколько элемент питания. Потому что кишечная микрофлора это ест, происходит процесс метаболизма, И уже от того, насколько наелась, грубо говоря, кишечная микрофлора, зависит от того, как она будет всасывать питательные вещества. Поэтому здоровый кишечник, здоровая кишечная микрофлора, перефразируя, это будет здоровый человек. И в том числе, возвращаясь и к защите от коронавируса, и к защите от онкологических заболеваний, наша микрофлора формирует наши внутренние защитные резервные механизмы. Поэтому мы не должны и не можем бесконтрольно принимать антибактериальные препараты, которые убивают нашу внутреннюю флору. То есть, получается, и касаемо продуктов, и касаемо питательных веществ, нужно всегда подходить с умом, всегда думать, что принесет больше, польза или вреда. Безусловно. Конечно, человек... Серьезно. Не зря у нас на языке такое количество вкусовых рецепторов. Человеку, конечно, он не может есть все пресное, не соленое, не сладкое, все безвкусное. У нас огромное количество вкусовых рецепторов, и это естественно, что человек хочет почувствовать тот или иной вкус. И мы должны расширять свой рацион, но расширять его разумно. Мы не должны есть по пол коробки конфет каждый день, да? То есть, мы можем себе позволить и конфеты съесть, и съесть где-то копченую рыбу, где-то соленую рыбу, мясо кто-то предпочитает, например, шашлык, хотел сказать, термически обработанное. То есть, на огне, пожалуйста, это можно себе позволить? Ну, конечно же, не каждый день. То есть, мы знаем о том, что такое здоровая пища, об этом сейчас только ленивый не говорит. Можно себе позволять какие-то отклонения, пожалуйста, но они должны быть не такими частыми и все-таки разумными. Не то, что человек сел и он съел все, что, в принципе, он не ест всегда, его кишечная микрофлора тоже заболела и отказалась достаточно и адекватно работать. Поэтому, в принципе, человеку дадено для здоровья абсолютно все. И в том числе разум для того, чтобы мы контролировали свои пищевые привычки. Вот мы говорили про, все-таки, возвращаясь к теме БАДов, производители биологически активных добавок. Насколько все-таки сейчас жесткие к ним такие требования и какие-то, может быть, законодательные какая-то есть все-таки платформы, чтобы человек мог безопасно как-то на самом деле, может быть, заказывать их или как-то там приобретать? Или все-таки это чревато? Вот ваш взгляд на это все. Ну, требования, они ужесточаются с каждым годом. Это первое, что необходимо сказать. И, ну, не хотелось бы приводить каких-то примеров. Сейчас очень много спекуляций по этому поводу. Потому что есть, например, я как гастроэнтролу скажу, биологически активные добавки для того, чтобы уничтожить хеликобактер пилори, например. То есть мы понимаем, что он не уничтожится биологически активными добавками. Есть биологически активные добавки для лечения вирусного гепатита. Ну, это очевидно, он тоже не погибнет от этого. А на теологии другая совсем, да. Совсем. Ну, никак они не могут таким образом погибнуть. Поэтому государство, оно, конечно, вводит все более и более жесткие требования. И то, что есть в аптечной сети, большей частью все-таки сертифицировано. Большей частью. И опробировано, да? И опробировано. Большей частью. Большей частью. Но то, что распространяете, снова к этому возвращаясь, сетевым маркетингом, через сеть интернет, категорически рекомендовало бы не прибегать к этому. Потому что кроме нежелательных явлений и побочных явлений, ну, человек больше ничего не получит. Более того, когда человек начинает отслеживать и разницу, в том числе и финансовую, он понимает, что он очень сильно проиграл, заказав все это в сети интернет. То есть разочарование получает человек и от потерянных средств, и в первую очередь от потерянного здоровья, и от потерянного времени. Потому что человек мог бы за это время обратиться за профессиональной помощью и все-таки диагностировать, какие проблемы со здоровьем у него есть. А вот ваше отношение, вот многие спортивные инструкторы, тренеры, фитнес-секциях или других спортивных различных секциях назначают тоже какие-то пищевые добавки. Вот ваше отношение к этому всегда ли это нужно? Или тоже, опять же, нужно все-таки советоваться своим врачом? Ну, проблема в том, что сейчас огромное количество протеинов появилось, и действительно много молодых людей стали обращаться, и прежде всего они обращаются с катастрофически повышенными печеночными показателями. Потому что нужно понимать, что природа не любит насилие над собой. Какие бы ни были прекрасные протеины, нужно понимать, что кроме белка, который несет сам по себе избыточный белок, большую нагрузку на печень и на почки, мало кто из молодых людей идет и сдает анализы раз в месяц или раз в три месяца, для того, чтобы посмотреть на функцию своего организма. Но это не похоже больше на дань моде какое-то, вот это назначение? Ну, здесь ведь проблема в том, что молодым людям нужен быстрый эффект. Нужен быстрый рост мышечной массы. Конечно, они получат быстрый рост мышечной массы, но они большей частью получают еще проблемы со стороны печени и почек. Поэтому грамотный тренер очень нередко будет назначать какую-то протеиновую смесь. Чаще всего это все-таки почасовой прием каких-то белковых продуктов. Опять же возвращаемся, что это белок куриного яйца, это куриная грудка или кусок говядины, то есть это какие-то такие белковые продукты. И снова переизбыток белка, даже если он натуральный, он очень часто вызывает изменения со стороны печени и почек. Поэтому все-таки мы стараемся доверять все-таки фитнес-инструкторам и спортивным врачам. Но если возникают какие-то сомнения, особенно когда человек читает состав и этикетку, все-таки лучше сходить посоветоваться либо с доктором, либо сдать анализы. То есть, конечно же, если бы это касалось моих близких родственников, я бы сказала, категорически нет. Приема никаких протеинов категорически запрещено. Потому что ничего не бывает просто так. Быстрый рост мышечной массы потом также даст быстрое ее исчезновение. И все это будет уходить, опять же, метаболизироваться через печень и почки. И вот эта быстрота, мы все-таки живем не месяц, и не два, и не три. Мы планируем жить долго. И президент нам говорит о том, что все-таки продолжительность жизни в Российской Федерации будет больше. И она будет увеличиваться. Но это зависит от нашей разумности. И если человек занимается спортом, мне кажется, он рассчитывает на долгосрочные результаты. На то, что он спортом будет заниматься долгое время. Не год и не два, наверное. Ну, хотя бы двигательной активностью. Ну, хотя бы физической активностью, скажем так. То есть физкультурой, спортивными какими-то упражнениями, ходьбой, плаванием и так далее. Ну, Дарья Леонидовна, ну и в заключении программы, может быть, какие-то добрые советы нашим телезрителям? И как ведущий гастронтеролог, и как человек, как специалист просто? Добрые советы? Да, ну, чисто человеческие такие по поводу здоровья. Ну, как гастронтеролог я могу сказать, что нужно все делать с удовольствием. И все-таки к вопросу о том, что человек то, что он ест, обязательно во время трапезы... Раньше трапезу разделяли только с друзьями и с близкими людьми. Все-таки трапезу, кроме того, что она должна быть условно правильной, как мы говорим, что это должно быть правильное питание, но нужно еще и пищу принимать в хорошем настроении и в хорошей компании. Потому что негативные эмоции, которые бывают у человека даже во время застолья, они будут провоцировать заболевания, в том числе и желудочно-кишечного тракта. Поэтому от всей души хочется пожелать всем, чтобы люди получали удовольствие от общения, прежде всего, от общения со своими близкими людьми. И, конечно же, уже во вторую очередь от пищи как таковой. И что, конечно же, хочется пожелать всем здоровья, долголетия и гармонии с собой и с окружающим миром. Спасибо большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова